Добрый день, уважаемые телезрители! У нас передача «Обед со звездой» и сегодня у нас в гостях Сергей Саевич, успешный предприниматель, деятель, владелец нескольких бизнесов и владелец. Обычно вы еще занимаетесь клубом миллионеров, то есть у вас большая такая деятельность. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Анастасия! Очень рад вас видеть. У меня создало несколько вопросов. Всегда пожалуйста. Я изучала ваш профиль и так далее. Скажите, с чего в принципе начиналась ваша карьера? Почему создание бизнеса для вас это теперь стиль жизни, я бы так сказала? Ну, карьера моя начиналась, наверное, с решения. Я 10 лет отработал в банковской сфере и заметил одну тенденцию. Чем выше двигаешься по карьерной лестнице, растет зарплата, растет признание и уважение, но при этом все меньше свободного времени. И в один прекрасный момент ты задумываешься, а ради этого ли стоит жить. Я очень люблю, например, путешествовать. И когда у тебя нет свободного времени практически, ты понимаешь, что есть два варианта. Либо надо что-то менять, либо забыть про свою мечту. Я из тех людей, которые про мечту забывать не хочут, поэтому начал искать и думать варианты какие. Так как я 7 лет занимался кредитованием из 10 лет банковской деятельности, соответственно, все сферы бизнеса примерно хорошо знаешь. Поэтому искал такую сферу, где есть возможность и зарабатывать хорошо, не иметь ограничений по доходам и иметь при этом достаточно свободного времени. Нашли? Да, нашел, конечно. В 2003 году ушел с банка, написал заявление. Вот с тех пор ни разу в жизни больше ни на кого не работал. На себя? Да, только на себя. Ну, а почему вот такой произошел все-таки переход? Вот, посмотрев биографию, да, я нашла несколько интересных фактов, которые, бизнес был связан с индустрией красоты, с модой, да, вот с этим. Да, с этого я начинал. И резко такой переход пошел у нас в сферу IT-технологий, приложений и так далее. И прямо так раз, и такой, как это я так сказала, квантовый такой скачок. Это же совсем, в принципе, другая сфера деятельности. Как так получилось? Тяжело ли это все удалось или как? Ну, начнем с того, что по первому своему образованию все-таки инженер-системотехник, специалист по компьютерным сетям и комплексам. И в банке первый год, когда пришел, начинал только заниматься, как раз занимался разработкой IT-систем. Поэтому это со стороны кажется квантовый скачок. Да, действительно, я, когда ушел в сферу бизнеса, долгое время занимался вопросами здоровья, красоты. Почему? Потому что это вечная тема, она всегда востребована. Но с другой стороны, так как она вечная и она всегда востребована, огромная конкуренция в этой сфере. У меня получилось строить бизнес, и мой бизнес был на 25 стран мира, более 170 тысяч дистрибьюторов представляла продукцию. Как сеть, я бы сказала. Когда бизнес так развивается, уже говорят, сеть салонов, сеть там... У меня еще интереснее сеть свободных дистрибьюторов, которые занимались реализацией продукции в каждой в своем городе, регионе, стране. Вот. И бизнес был действительно успешный, приносил хорошие доходы. Почему поменял сферу деятельности? Очень просто. На сегодняшний день, если мы посмотрим самые высокоприбыльные, высокодоходные сферы бизнеса, это IT-технологии. Вы промониторили и пошли туда нам проложили. Я не просто промониторил, я это делаю постоянно. Просто для того, чтобы перейти в какую-то сферу, нужно же не просто знать, что там много денег. Не на обум, в общем, да? Да. А нужно было бы найти партнеров, которые могут это делать. Я думаю, мыслят даже, да, как-то? Вы имеете в виду? Не только именно мыслят. Мыслят сейчас очень многие, они плохо было бы создать там... Вы думаете, мыслят так же, как вы, или в том направлении? Да, это я понял. Этого мало. В сфере бизнеса мыслить этого мало. Нужно уметь это делать. Да, вот когда я нашел команду, которая умеет это делать, и когда я увидел результаты их работы профессионально, то тогда я понял, что с этой командой можно переходить на другой уровень. Соответственно, оставив тот бизнес полностью, я переключился на новую сферу. Вопрос, почему? Во-первых, рынок на порядок больше. И, соответственно, если взглянуть в рейтинги Forbes, все новые миллиардеры, они практически появились оттуда. Вторая причина — рынок не зарегулированный еще. Здесь большая свобода выбора движений. И на сегодняшний день самый простой способ, ну, скажем так, не просто заработать денег, заработать денег, если у тебя голова есть на плечах, можно в любой сфере. А вот именно создать состояние или оставить какой-то след — вот это та сфера, где это можно сделать практически любому человеку. Более того, мы создали такую инфраструктуру бизнеса, где дали возможность простым людям инвестировать в IT-технологии и, соответственно, приумножать доходы не просто в разы, а в десятки или в сотни раз. Это очень интересная технология, я считаю, за этим будущее, когда простые люди могут инвестировать в рентабельные проекты, как инвесторы, и получать доход с роста проекта, ну и, соответственно, с доходов проекта. Интересно. Я считаю, что, наверное, в первую очередь должна быть какая-то предпринимательская жилка еще, чтобы рискнуть. Вы скажите, вы окончательно оставили проекты к красоте? Вам не жалко было их оставлять вообще? Ну, как сказать? Наверное, может быть и жалко, потому что я прекрасно понимаю, что деньги деньгами, а здоровье все-таки это тот востребованный продукт, который нужен людям всегда. И, наверное, самое большое такое издевательство в жизни, когда у тебя есть деньги, когда у тебя есть время, но нет здоровья. Многие люди всю жизнь в погоне за деньгами, хоронят и время, и здоровье, а потом, когда вроде бы добились, задают себе вопрос, а зачем это? На самом деле, для себя я эту сферу не закрыл окончательно, я друзьям помогаю, консультирую. Супруга у меня очень активно занимается и спортом, и всем остальным. Просто как сферу бизнеса в данный момент я это для себя не рассматриваю, потому что, когда ты запускаешь что-то новое, нужна концентрация. И эти продукты, когда я пришел в компанию, у нас был всего один продукт, это мессенджер, это то, что на сегодняшний день популярно, востребовано, и стоимость раскрученных мессенджеров миллиарды долларов, а самый дорогой мессенджер WhatsApp, у нас один из самых популярных в стране, для примера просто, стоимость WhatsApp дороже Газпрома. Но сколько сотрудников в Газпроме работают? Это хороший пример вы привели, я бы хотела от вас услышать, какие приложения тогда есть у вас, чем вы занимаетесь. Если можно, сейчас перечислите, какие есть. Ну да, как я уже сказал, начинали мы с одного мессенджера, сейчас у нас их два, один для предпринимателей со строгим дизайном, называется Push.me мессенджер, и второй мессенджер мы сделали для молодежи, и для азиатского рынка, где любят картинки, все яркое, такое прыгающее, веселое, где можно одной кнопкой, одним стикером передать настроение и эмоции. Он называется Push.me.fun. Эти мессенджеры уже представлены. Я думаю, это типа смайликов, картинки, соответственно. Абсолютно верно. Вот это вот. Это и девочкам нравится. И девочкам нравится, да. И в принципе веселое общение. Да, здесь в чем важно понимать, в чем преимущество. То есть у нас, хоть он мессенджер и молодой, но он уже имеет ряд преимуществ, таких, каких нету даже у огромных проектов, таких как WhatsApp и тот же Viber, которые наиболее популярны в нашей стране. Ну, например, у нас очень хорошее качество звонка. То есть многие мессенджеры устанавливают не только для переписки, а для того, чтобы звонить. Ну, в Африке он будет ладить? Да, вот, кстати, яркий пример. Не только в Африке. Вот мы, например, Новый год отмечали в Дубай с друзьями, да, там WhatsApp не работал, Skype не работал, а со своего мессенджера мы прекрасно звонили между собой, звонили в Европу, звонили в Россию и так далее. Вот. Второе преимущество – у нас есть секретные чаты, секретная переписка. То есть всегда может быть возможность, кто-то взял ваш телефон и начинает рыться, да. Вот. В нашем мессенджере есть возможность пометить переписку с некоторыми людьми. Секретные кнопочки? Как секретные кнопочки. И даже если вы возьмете мой телефон, вы ее не увидите. Для того, чтобы получить… Секретная кнопочка только для владельца. Там даже кнопочки нету, потому что если будет секретная кнопочка, кто-то спросит, а вот что у тебя там за секреты? У нас не так. У нас достаточно вот так встряхнуть, приложить пальчик, и секретные сообщения проявились. Вот. Более того, иногда бывает так, что вы отправили сообщение не тому человеку. Бывает такое? Редко. Редко. Ну, бывает, наверное, да. И состояние не очень приятное, если отправили что-то не то, да. Вот в нашем мессенджере мы можем удалять эти сообщения прямо у него на телефоне. А, то есть вот это. Да. Это тоже пока никто не делает. Вот. У нас неограниченное количество… Изюминок вообще вполне достаточно. Ну, я сейчас два продукта перечислил. Вот. Дальше. Ну, у нас есть продукт такой, как облачное хранилище. На сегодняшний день… Это тоже, может быть, да, как вы имеете в виду, есть в телефонах карта памяти, да? А есть… Это вчерашний день. Да. Ну, это понятно. Это не все знают. Вот как бы правильно я вас поняла. А есть хранилища, как там МИАГа, да, такие есть. А здесь, я так понимаю, хранилище – это как приложение к приложению. То есть, к вашему продукту, да, облачное хранилище? Объясню немножко. Вот раньше у нас, вы помните, были дискеты. Такие большие. Мы все времена эти помним. Застали, я думаю, наверное, да? Да. Потом появились флешки. Так. Да, потом карты памяти, да, все меньше, меньше. Так вот, на сегодняшний день технологии такие, что это все уже вчерашний день. Нам не нужно с собой груду носить. Вообще ничего не нужно носить. Уже даже скоро в компьютере не будет дисков, где хранится память. Все будет в облаках. Да. Все в облаках. В чем преимущество этого метода, да? Вы никогда не потеряете информацию. С любой точки земного шара она к вам доступна. Да, причем только вам. Вот. Соответственно, очень удобное использование. И на сегодняшний день все крупные корпорации мира инвестируют деньги в развитие этих технологий. Например, у Microsoft более 10% дохода уже сейчас дают облачное хранилище. Так вот, у нас свое облачное хранилище. Это, я так понимаю, третий, да? Да, третий продукт. Интересный пункт. И любой, кто сегодня смотрит программу, может зайти, зарегистрироваться и получить 10 гигабайт памяти абсолютно бесплатно. Кому нужна память бесплатная? Для большинства людей этого хватит, чтобы хранить все свои фотографии, данные личные и так далее и никогда их не потерять. Либо можно потом передать эту ссылочку. Абсолютно верно. То есть это удобно для видеооператоров, для фотографов. Для всех. Ребята, все сюда. Абсолютно верно. Это третий наш продукт. А четвертый наш продукт. Мы создали PRM-систему для тех, кто занимается бизнесом, для масштабирования бизнеса, для ведения бизнеса, для того, чтобы не ходить с кучей блокнотов. Это типа офиса? Визиток. Это не типа офиса, это типа хранилища и управления всеми вашими контактами, как клиентов, так и сотрудников. То есть очень удобная система и аналогов тоже ее на сегодняшний день в мире нет. Я предлагаю, знаете, Сергей, чтобы не быть многословными, я предлагаю сейчас же нашему зрителю показать фрагменты приложений и ссылочки на продукты. Давайте посмотрим именно сейчас. Хорошо, давайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отлично, это был такой рецепт от Сергея Исаевича. А скажите, я слышала, что вы много путешествуете, соответственно, вы это любите делать. А какие страны вы посетили и какую кухню вы попробовали? Очень хороший вопрос. Что вам понравилось? Если я начну перечислять все страны, которые я посетил, я думаю, нам надо 2-3 передачи еще снять, где я буду просто перечислять страны. А сейчас список. Да. Кстати, путешествие – это одна из причин, почему я ушел в бизнес. Потому что я уже говорил, повторяю, потому что для путешествий нужно как раз 3 составляющие. Деньги, время и здоровье. Ну да, нужно перемещаться, чтобы если менять… Абсолютно верно. И более того, я как раз выбирал такой бизнес, которым можно заниматься с любой точки земного шара, вплоть до того, что ты там где-то в поезде едешь или в самолете летишь. Или не заниматься, а он работает. Есть такая возможность? Все это вложилки, деньги, да? Ну, именно в моем понимании бизнес – это система, которая дает доход независимо от того, работаешь ты или нет. Это изначально, да? Это уточнение. Да. То есть бизнес, которым я занимаюсь, можно год-два поработать, создать его, да, и, соответственно, он дальше будет давать доход всей оставшейся жизни. Кстати, инвестиция также в наше приложение тоже может давать доход всей оставшейся жизни. Так вот… Путешествия. Да. И путешествия. Значит, какие путешествия люблю? Ну, во-первых, люблю активный отдых, да? То есть не очень люблю приехать на… Ну, например, допустим, вот берем ту же Мексику, да? Что вы там… Полазить по пирамидам, купаться там, например, с дельфинами, походить по секвойам на высоте 140 тысяч метров по веревочным мостам. С парашютом где-нибудь? Прыгать с парашютом, летать в аэродинамическом… Это какая страна была, помните? Россия. Так. С парашютом я прыгал еще в студенческие годы. А сколько пришло? Покататься на картинге немного, около 10. Полетать на воздушном шаре, кстати, да? Вот такое. Это вы все перепробовали. Да. Если, например, мы приезжаем с супругой в страну, то есть мы берем машину и, как правило, путешествуем, потому что лучше страну не узнаешь, когда ты ездишь, можешь заехать в любой городок, пообщаться с местными жителями и так далее. По поводу кухни. Какую кухню люблю? Ну, не очень люблю острое, поэтому у меня, с одной стороны, люблю восточные страны, но с другой стороны, не очень люблю за острую кухню. С собой еду особо не провезешь, поэтому, наверное, вы что-то выбираете. Овощи, фрукты, как правило. Реально палочка-выручалочка. Да, да. Ну, а что любите вообще? Какую еду ели? Предпочтение, каким блюдам отдаете? Средиземноморская кухня. Мы сегодня с вами находимся в ресторане на Дорогомиловской 4, ресторан Ривьера, да? Вы уже знаете, что это французская кухня? Французская, итальянская кухня тоже люблю, да. Да, вы что-нибудь бы выбрались сегодня попробовать себе? Какое блюдо из всего? Но мы посмотрим меню, обязательно с вами потом покушаем и отведаем итальянская или французская кухня. Но если здесь французская, значит французская. Лягушачьи лапки сразу говорю, не буду пробовать мясо, я не ем уже с 2006 года, так же, как и не пью алкоголь. Вегетарианец. Считаю, как бы вегетарианец, но я ем рыбу то же самое. Я считаю, что кто не ест мясо, тот уже вегетарианец. Для меня это так лично. Ну, тогда я вегетарианец по вашему. Есть еще следующие такие несколько вопросов, которые, я думаю, наверняка тоже заинтересуют наших зрителей. У вас есть какое-то хобби еще для себя, где вы, может быть, черпаете вдохновение какое-то? Своё для работы, там ещё для чего-то. В путешествиях. В путешествиях. То есть познание чего-то нового. Абсолютно верно, потому что когда ты ездишь по странам, когда ты общаешься с людьми, ты видишь много интересных вещей, которые тебе дают простор для творчества. А если сейчас вот брать конкретно, например, наше приложение, да, и IT-продукты, то есть на сегодняшний день многие вещи, которые люди используют в жизни, автоматизированы и продолжают быть автоматизированы. И это очень здорово. Ну, до простых примеров, когда, например, вот однажды я, ну, попал в лёгкую аварию, да, и оказался, машина не может ехать, а ты находишься там 300 километров от Москвы и ночью. Что делать? Вот в старые времена надо было бы ловить какую-то машину и так далее. Сейчас GPS, ты видишь, где ты находишься, по телефону вызываешь эвакуатор, он тебя привозит. Ну, это современный мир. Современный мир, да, и от него никуда не денешься. Так вот, это с одной стороны. С другой стороны, разные национальные парки, разное национальное творчество, ты это всё смотришь, смотришь, как люди живут. Колорит, я бы сказала. Колорит. И, кстати, вот могу порекомендовать, сейчас у нас в России тоже начали это создавать, и есть великолепный пасхарк перед Переславлем-Залезским, называется Русский парк. Вот представьте, казалось бы, не надо никуда за границу ехать. В одном месте собраны все открытия, которые сделали русские. Интересно. А как вы думаете, сколько открытий в мире всего сделано на сегодняшний день, запатентовано? Сколько-то? Шесть тысяч. Отлично. Как вы думаете, сколько из них русскими? Ну, я думаю, что основные это русские. Пять тысяч. Пять тысяч. То есть, и то, не все они, конечно, запатентованы, но и вот там всё это представлено, например, как жили, ну и много чего интересного там. Я думаю, это больше похоже на самобытность и колорит русского творчества и ума и создателей, и изобретателей. Да, да, да. Вот. И в каждой стране, вот, приезжаешь, есть что-то подобное, что-то своё, что тебе даёт вдохновение. Вам нравится открывать. Я думаю, вы тот путешественник, который именно познаёт что-то новое для себя. Не путешествуя ради того, чтобы попутешествовать где-то, а именно для открытия чего-то нового, да? То есть, я думаю, вот это основное для вас. Да, да. Да, абсолютно верно. Это редкий вид путешествий, открыватель. Я думаю, что как раз путешествия, собственно, для этого и нужны, потому что, если полежать на берегу, можно и у нас прекрасные места есть, лечь на берегу речки, отдыхать, загорать, и солнышко, особенно сейчас. Есть активный отдых, вы за активно, а есть пассивный отдых, когда там выбираются, толку от этого на берегу или где-то там. Поэтому это хорошо. Я рада, что это вдохновляет. Всё-таки, если мы берём вашу активную жизнь, сферу деятельности, всё-таки, я знаю, что у вас плотный график и расписание. Есть ли в этом графике регулярный приём пищи? Потому что, с чего мы начинали, что это здоровье, да, и вот это основное. Есть ли такой график? Придерживаетесь ли вы какого-то ещё своего питания? Успеваете ли вовремя поесть? Вовремя. Здесь вопрос не вовремя. Вопрос питаться нужно правильно. Вовремя, не вовремя. Все говорят, нужно желательно соблюдать режим, да? Режим, конечно, хорошо соблюдать, но представьте, какой может быть режим, если сегодня я в Японии, завтра в России, разница 12 часов. Там, где когда просыпаются, да, тут уже ложат спать. А послезавтра я улетел в Америку. И там ещё 12 часов. Но тем не менее, вы кушаете, когда вам хочется, я так понимаю. Абсолютно верно. Здесь в питании есть у меня главные принципы. Это, а, правильное сбалансированное питание, б, не переедать, и в, желательно часто, но мало. Вот. Ну и побольше пить водички. Скажите, наверное, если за вами кто-то пойдёт, а таких людей, я думаю, не один человек будет, да, и вы уже это делаете. Вот кто-то новый посмотрел нашу передачу сегодня и захочет с вами связаться, да, вложить, допустим, деньги, да, и также стать таким же успешным, как и вы, вот, чтобы заработать первый, допустим, свой миллион, там, или как-то подняться по карьерной лестнице, что-то вот в этом роде. Чтобы вы порекомендовали этому человеку, вот, который сейчас вас смотрит и думает, я хочу, я хочу жить так, как Сергей, что же мне такого предпринять? Ну, первое, принять решение, что ты действительно это хочешь. И решимость решится. Второе, нет, решение, что ты будешь это делать, да, второе, начать действовать, связаться с нами. Так, здесь побежала ссылочка такая. Хорошо, связаться с нами. Дело в том, что мы проводим обучение людей, то есть мы подбираем команду, и мы сейчас как раз... Вы каждого можете взять в команду, или он должен какой-то быть отличительный, этот человек? Два основных критерия у меня. Первый, человек должен быть открытый, то есть готовый к обучению, готовый меняться, потому что если сегодня у вас чего-то нету, нету денег, нету времени, нету друзей, нету семьи, нету здоровья, это результат того, что вы делали вчера. И если ты не поменяешь что-то в своей голове и в действиях, у тебя этого ничего не будет. Поэтому первая открытость, человек должен готов быть меняться. Второе, это амбициозность, то есть человек готов двигаться и работать в команде для достижения более каких-то лучших жизненных результатов. слышать еще мнение других, как минимум. Не надо слушать никакое мнение, это как раз... Но работа в команде, это что? Работа в команде, это понимать, что в команде команда выигрывает, когда выигрывает вся команда, а не каждый тянет одеяло на себя. Вот по поводу команды все-таки. Что такое команда тогда? Значит, что такое команда? Команда это объединение людей, у которых совпадают цели, но этого мало, и ценности. То есть команда выигрывает когда? Когда каждый человек в команде работает на результат. Выиграла команда, выиграли все. Ну, в нашем примере, например, команда продвигает приложение. В приложении все очень просто. Чем больше пользователей, даже бесплатно скачавших и пользующихся, тем дороже приложение. Соответственно, у каждого в команде есть своя доля в бизнесе, соответственно, выиграла вся команда. Ну, для примера. Так вот, мы не просто подбираем людей, мы обучаем их этой профессии, этому бизнесу. Соответственно, у меня одна из моих целей, это к 2020 году вырастить минимум 77 долларов миллионеров. Вы знаете, я хотела как раз вас спросить. Давайте спросите. Если у вас есть какой-то план на ближайшие 10 лет, хотелось бы услышать хотя бы один из пунктиков этого плана, если это не огромный секрет. Нет, это не секрет, и более того, я его уже озвучил, да? Один из пунктиков это вырастить 77 долларов миллионеров к 2020 году. Дальше. Сделать так, чтобы одно из наших приложений как минимум набрало пользователей и было капитализировано как минимум на миллиард долларов. Соответственно, одна из моих больших целей, чтобы в нашей стране все происходило хорошо и страна встала на путь развивающийся, вот, и, соответственно, люди жили хорошо, процветали, чтобы не только могли изобретать что-то об этих изобретениях и узнавали во всем мире и ими пользовались. Конечно же, хочется, чтобы люди были здоровы, и я думаю, что тему здоровья окончательно не закрыл, мы ее будем дальше развивать, потому что это очень важный аспект жизни. Хочется, чтобы люди поменьше думали о разборках и войне, побольше думали об искусстве, и вот я, насколько знаю, Настя, как раз все ваши проекты посвящены искусству, творчеству, да, вот пусть лучше говорят музы, поют песни, сочиняют стихи, да, чем гремят пушки. Вот, вот, собственно, у меня мечты не очень сложные. Еще вопрос. Может быть, есть такой вопрос, который я вам сегодня не задала, но вы бы хотели услышать. Да, наверное, вопрос такой есть, что делает человека счастливым. Ну и что же вы делаете? Счастливый. Я думаю, что человека счастливым делает семья. и это то, единственное, над чем надо думать. Многие люди не понимают, насколько это важно, для чего мы пришли на эту планету, какая наша цель и так далее. Да, вот в моей жизни, например, когда я нашел свою супругу, Алису, то есть она наполнилась, ну, совершенно новыми смыслами, появилось новое вдохновение и так далее. Новые краски. Не только новые краски, жизнь вообще заиграла по-другому. И возвращаясь к семье, у нас, к сожалению, сейчас в последнее время институт семьи как-то забывается, а именно здесь передается все. Когда, вот вы помните, в войну, например, наши отцы и деды шли за родину, за отечество, да, вопрос, что такое родина, что такое отечество. Ну, по-моему, раньше все-таки было что-то связанное со знаниями института семьи, может быть, не совсем было точное значение кто-то у мужчин и женщин. В моем понимании, в моем понимании, родина – это земля, то есть место, где ты живешь, где живет твоя семья, где живет твой род. А отечество – это твои ценности, а вот ценности как раз передаются из поколения в поколение именно в семье. Это хорошо, если будут прививать, да, эти ценности. Абсолютно верно. Одна из моих целей, вот вы спрашивали, там, ближайшие на 10 лет, это как раз способствует созданию школы раннего творчества и развития детей, где очтится законной семьи и ценности семьи. И это очень важно, потому что только когда соединяется мужчина-женщина, да, в семье может раскрываться потенциал человека. То есть это первая ячейка, где человек проявляется и понимает, что я не один на планете, что есть кто-то, о ком надо заботиться. То есть забота это основополагающая, да, служение. Вообще цель человека это служение и деньги тоже нужны для того, чтобы служить каким-то добрым делам на планете, а не просто так зарабатывать. Скажите, а есть ли у вас мечта? Либо мечта и планы для вас это одно и то же. Просто я знаю, что планы это реализация, а есть то, о чем вы мечтаете, но может быть раньше как-то вот меня озвучивали никому. Не, всегда у меня мечта, я всегда двигаюсь и реализую. Вот появилось что-то, нужно сделать. То есть мечта это тире план, да, для Сергея? цель. Да, цель, а иначе какой смысл сидеть, фантазировать о чем-то, что никогда не... Это пустая трата времени. То есть обычно, если есть желание, вы их уплощаете? Реализовываю, абсолютно верно. По поводу вопросов. У нас еще есть такая традиция в передаче, вот, наши гости задают вопрос мне. Есть ли у вас вопрос ко мне? Есть ли вопрос к вам? Да. Какие у вас планы, Анастасия, в ваших проектах? И, ну, как вы думаете, чем они помогут людям? Супер вопрос. По поводу планов я могу сказать следующее. Буквально сегодня я чинила рамочку, у меня есть такая секретная рамочка, фотография, за ней на 10 лет прописаны планы минимум 50 пунктов. Вот, это чтобы сбывалось. Сегодня я прочитала то, чего я хотела еще в 2013 году, да, и большинство из этих желаний стало реальностью. Ну, и, видимо, соответственно, стремилась, не только желала. А если нам, ну, вот, порассуждать о наших проектах, о моих проектах, я бы хотела, благодаря моей команде, которая, вот, формируется до сих пор, да, донести, наверное, культуру, красоту, понимание, наверное, пользы друг другу, то есть, беря интервью у вас, я думаю, что, возможно, мы кому-то помогли сегодня приблизиться к цели стать миллионером, да. Кто-то, может быть, задумался, а это самое важное, принести пользу обществу, и я думаю, что это будет оценено по достоинству рано или поздно. Также хочется оставить такой некий след после себя подрастающему поколению, также, чтобы мои родственники, друзья, либо дети в дальнейшем, конечно, гордились тем, что вот мама или жена или дочь, вот такая вот молодец, что сделала это, да. Некоторые мои проекты начинались с бизнеса, тоже с индустрии красоты, у меня были салоны красоты, да, вот, я немножко отошла, но все-таки занимаюсь сферой красоты, некоторые мои проекты видно на телевидении, некоторые на кабельном ТВ, некоторые можно в Ютубе найти, то есть вообще не проблема. Конечно, хочется сделать мир краше, я считаю, что это важно, чтобы была красота, продлевать жизнь именно положительными эмоциями, какой-то некой такой полезностью. очень хорошие у вас цели, и самое, знаете, что важное, вот вы сейчас сказали очень важную вещь, у меня есть рамочка, в которой записаны цели, вот хочу нашим зрителям пожелать завести себе такую рамочку или блокнот, где писать цели. Заглядывать хотя бы раз в году, я не делала это три года, и сегодня я просто хотела починить, потому что была перестановка, она упала, я вам скажу, ну не разбилась там ничего, и отлетела там деревяшечка, и я поправляла, потом думаю, дай-ка открою, и я смеялась над некоторыми, там вот были, например, пункты, хочу научиться вязать шарф там или прочие какие-то ерунда какая-то, но я считаю, там и полезные навыки, и сделать свой журнал, и я это сделала, то есть, да, там, какие-то пункты и не сделала, я считаю, что все впереди. Почаще заглядывать в цели, тогда они будут реализовываться чаще, вот, и это, кстати, одно из условий, чтобы стать миллионером, нужно четко прописано иметь цели, это то, что отличает людей успешных и богатых от всех остальных, у них четко прописано цель. все-таки направлять, как вы сказали, я сейчас сосредоточен на одном проекте, я считаю, что вот благодаря целям поставленным, да, как раз фокусировка идет тоже. Да, когда они поставлены и прописаны, это притягивает возможности, людей, финансы и все остальное, вот, четко знать, что хочешь. Даже, наверное, не важно, ручка, либо на компьютере, главное знать. Да, и второе, думать не только о себе, но и о других людях. Когда я только начинал свою карьеру, еще только пошел в банк, один из очень успешных людей мне дал совет, когда я у него спросил, вот так же, как вы у меня сегодня, как стать миллионером, да, вот представьте, студент из бедности в семье спрашивает, как стать миллионером. Он улыбнул, сказал, очень просто, найди что-то, что нужно людям, большому количеству людей, они сами будут приходить и отдавать тебе деньги. Востребованность в обществе, это первое, самое важное. И быть экспертом в той области, в которой ты работаешь. Я думаю, что было бы логичным завершением нашей передачи попросить вас сказать на вот эту камеру пожелания зрителю, который сейчас вас смотрит. Ну, во-первых, я хочу вам пожелать здоровья, так как около 20 лет занимался здоровьем, я считаю, что это самое важное в жизни. Второе, что хочу пожелать, это благополучие вам, вашей семье. Не бойтесь мечтать, записывайте цели и ставьте цель так, чтобы не просто помечтать и осталось, чтобы она мечтала, а чтобы она реализовалась. Начните что-то делать для реализации своих целей. Чем больше цель, тем легче ее достигнуть. Каждый день, хотя бы чуть-чуть, делайте что-то, что приближает вас к цели. Вот это я хочу вам пожелать от всего сердца. Ну и, конечно, мира, благополучия, любви, гармонии в жизни, хороших друзей. Вот. То, что, собственно, нужно любому человеку. Ну, а вам успехов в вашем творчестве, в ваших передачах, в ваших делах. Я думаю, они очень полезны, они нужны людям. И надеюсь, что от сегодняшнего нашего разговора кто-то что-то полезное вынесет для себя. Спасибо. Я наверняка знаю, что есть такие люди, которые неоднократно тоже обращаются ко мне. То, что вы сегодня сказали, это и есть ценность. С вами была передача о вкусной и здоровой еде, которую мы еще съедим обязательно. Обед со звездой. У нас в гостях Сергей Исаевич, который уже стал миллионером. Смотрите нас, слушайте и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Пока. Спасибо за внимание. Всего доброго, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok